всем здравствуйте дорогие друзья я давно обещал вам показать сборку снасти под названием резинка дедовским методом или дедовским способом честно сказать я собрал ее давным-давно и уже ловил на нее и не один раз ловил все это было успешно и рыбы я наловил большое количество на нее но процесс сборки не показал не получилось у меня теперь давайте я вам покажу как это все собирается просто покажу свою резинку как она у меня сделана и по аналогии вы сможете повторить мой опыт сделать также и успешно ловить хочу также предупредить людей если вдруг вы будете ловить на дону на дону разрешается ловить резинкой но не более 5 крючков поэтому делайте на резинке 4 крючка и тогда не будет к вам никаких претензий вы будете ловить смело потому что все что больше там 5 крючков это считается уже браконьерской ловли у нас идет груз вот такой вот груз вот эта веревка за которую вы бросаете заметьте очень важный момент идет основная леска отдельно вот она наматывается на какого-то мотовильца за которой мы будем вытаскивать этот груз из воды она крепится непосредственно грузу и сама резинка вот она начинается она крепится тоже непосредственно грузу эта штука может быть что угодно кусок железяки кирпичи на еще что то ее можно как бросать с руки так и завозить с лодки дальше я вам советую купить резиночку тоненькую эта резинка была квадратная есть специальная резинка для заброса вот когда вы будете покупать магазин нужно сказать мне нужна резинка тоненькая квадратная для заброса с руки тогда я думаю если продавец нормальный компетентный в этом вопросе он вам сразу же даст нужную резинку если вы первый раз покупаете не можете определить я вам не могу показать какая она должна быть потому что она уже со временем уже ее форма ну стерлась она уже круглая стала по идее ее уже нужно менять но она и так сойдет это у меня еще советская резинка сразу говорю поэтому она уже так поистерлась кто-то сейчас скажет ой нет это все брехня она не может стереться может если на нее отловить столько сколько отловил я она вот стирается приобретает округлую форму поверьте так дальше показываю дальше самое интересное думаю это крючки получается мы с вами привязываем резинку грузу вместе с основной леской дальше у нас заброс шнурок идет отдельно за которую вот мы берем и будем забрасывать все это мы выбрали груз привязали резинку привязали этот леску основную за которую будем вытаскивать все теперь давайте я покажу как нужно привязывать как нужно делать сами крючки сразу хочу предупредить это не панацея не нужно прям копировать меня я могу советовать не все правильно я говорю как сделал я поэтому вы можете сделать как у меня можете сделать по-своему что-то придумать потому что рыбацкие снасти сделаны самостоятельно самим рыбаком это всегда полет его фантазии и рыбак когда придумают что-то свое он осуществляет реализовывают эту снасть ловить на нее гораздо приятней в несколько раз потому что ты понимаешь что ты потратил огромное количество времени или большое количество времени огромное собрал ту или иную снасть и думаешь вот это я я сделал я приложил труд и наконец таки я могу ловить рыбу на свою собственную какую-то оригинальную блесну резинку поппер воблер или еще что-либо так вот мы подошли к концу резинки здесь у меня стоит обычный вертлюжок но он уже у меня тут немножечко закреплен проволочка потому что он уже со временем произносился но это не беда вы можете сюда вертлюжок не ставить можете просто напрямую на леску подсоединить я поставил резинку еще люди защищают берут обматывают изолентой вместе с крепления вот с вертлюжком ну с любой там с любым металлом или вообще где-либо чтоб резинку не рвало или в кембрик и запускают в принципе правильное решение можно так делать можно даже наверное нужно посоветую у меня в этом проблема я собирал на скорую руку и так и не перевязал отловил уже я не знаю много сезонов и отловил на нее идем далее так потом у нас идет вот это вот самая интересная вещь это крючки как сделал я смотрите расстояние примерно сантиметров сантиметров 20 наверно можно же нет 30 30 сантиметров от вертлюжка у меня идет вот такой вот карабинчик тройной он крутится видите по кругу это специально чтобы крючки не запутались очень удобная штука советую приобрести сначала у меня была здесь обычная петля я делал петельку примерно такую же по длине и привязывал крючок и так у меня была оснастка сделана на петельках но они очень сильно путаются я плюнул потом поехал магазин после там я не помню 3 или 4 рыбалки купил такие вертлюжки они по моему 2 рубля вертлюжок стоит купите себе 10 штук и не парьтесь все и повязал такие вот поводки здесь ничего особенного нет здесь также привязана обычная петля размер сантиметров 10 и привязан крючок я думаю как показывать вязать крючок и как вяжется петля мне не нужно все и так понимают здесь петля просто пропущена в ушко ничего особенного тут петля в затяг идет получается двойная петля она в затяг и все никаких тоже тут придумок ничего нет все в затяжку прям заподлицо и обрезано еще узелком укреплено дальше идем тут уже где-то расстояние вот 20 сантиметров почему 20 получается вот это 10 и вот это 10 видите они даже чуть меньше чем 10 они друг до друга крючки не достают это же наверное не 20 а 25 где-то вы тоже делаете такое расстояние чтобы у вас поводки с крючками они друг до друга вот как видите они не доставали чтоб они потом не путались между собой и так вяжите 5 крючков вяжите вот вот смотрите раз крючок потом два крючок у меня три крючок и четыре у меня даже четыре крючка я даже пятый по моему выкинул когда вязал какой парень молодец и потом идет у нас такой вот вертлюжок и живу еще советский тех времен и а также крепится на петлю то есть это оснастка у нас с крючками она вся на петле можете сделать себе несколько можно сделать там 34 можно сделать там на 10 крючков можно там на 15 на 40 на сколько хотите но я считаю вот золотая середина это пять крючков вам больше не нужно два червячка нацепили потом кукурузку нацепили опарика нацепили и там пятый крючочек я не знаю что еще там хлебушек тесто нацепили все а так в основном червяк я цепляю кукурузу цепляю тесто цепляю все больше я ничего не цепляю если у вас там клюет и не знаю какие там пруды у вас там манки можно намотать но уж понимаете ловить на резинку на манку это какое-то извращение и все дальше у нас идет леска основная вот эту леску вы можете поставить толстую 0 там даже не знаю сколько такой 033 ставьте без разницы она делает что она просто вы ей вытаскиваете всю оснастку со своими крючками а вот на крючки поставьте там потоньше 024 к примеру и поводочки тоже там 024 потому что бывает рыбка привередливая платвица допустим на платвицу даже можно немножечко поменьше поставить там 018 все зависит от какой какую рыбу будете ловить но это все уже лирика отступление я думаю дальше уже понятно что вы можете под себя уже повязать вот эти поводки тем более они меняются они спокойно из петли они вытаскиваются вот я вам показываю вот смотрите петля вытаскивается и крючок можно спокойно заменить все и дальше у вас идет основная леска на эту бобину сколько намотать основной лески мотайте 50 метров я считаю то самое вот золотая середина я даже на донке по 50 мотаю на снасти 50 метров что-то там где-то порвалась замахрилась а отрезали и не забивайте себе голову конечно 50 метров вы никогда в жизни не кинете но и не затяните сразу говорю смотрите резинки 5 метров значит вы ее закинете метров на 7 вот так вот может быть 8 10 метров закинете также там 3 метра примерно прибавляйте вот такая вот математика 3 максимум 4 если вы будете завозить на лодке на лодке то тут уже можно по длине сделать резинку метров 15 на лодке вы завезете я думаю где-то до 25 до даже может быть 30 метров сможете завести резинку но сразу же предупреждаю рыба пока клюнет вы будете дотягивать резинка то есть у нее что же есть свой ресурс она ну тянется растягивается чем она больше в натяге находится тем же больше риск что она оборвется поэтому прям в предел натяг когда будете завозить груз и если это вы будете делать на лодке рукой вы никогда в пределный натяг и они это не кинете прям в максимальный нет вот на лодке можете поэтому будьте аккуратней я же говорю где-то если у вас 10 вы на лодке ну завозите 18 и этого будет достаточно где-то 8 вот так вот делайте вдвойне не надо лучше делать в принципе дорогие друзья у меня на этом все я думаю не нужно дальше углубляться в какие-то детали снасть очень простая все доступно все просто ловили наши деды и ловили на нее вполне успешно я сам на него ловлю и оставлюсь всегда с уловом плюс резинки это когда огромная идет волна сильный ветер просто замечательно вы сидите допустим за кутки за палаточкой или сделали там себе там зонтик перевернули чтобы ветер на вас не попадал да вообще или просто одеты но вы ловите у вас висит колокольчик вы спокойно на нее ловите вам ничего не мешает вам не надо смотреть там на поплавок или еще на что-то на дальний заброс поплавок кивок и так далее у вас колокольчик перед глазами в полуметра метре от вас и вы спокойно ловите или кусок грязи вообще никаких проблем я считаю это самая такая вот удачная классная снасть при любой возможности я стараюсь на нее ловить вот правда я обожаю резинку вот кто бы что не говорил донки там да это вещь хорошая согласен если для сильного течения там резинка не подходит для очень сильного течения для сильного коря коряжника не подходит дно когда там каменистая сильно с большими там валунами или еще что-то не подходит да много где нельзя половить с резинкой если травы много тоже не половить но когда нормальный водоем хорошая водичка дно нормальная резинка, вот это must have, правда, поэтому советую, делайте, пробуйте и без улова вы не останетесь, хотя бы такую рыбу, но вы наловите 100%, а само удовольствие тащить, когда вы за лесочку тянете, вы чувствуете, как рыба бьется, как сопротивляется, это не то, что на удочку, это совсем другое, все, я вам все показал, если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, я всегда всем отвечу на все грамотные, нормальные вопросы, поэтому всем вам удачи, дорогие друзья, ловите большую рыбу, оставайтесь всегда с уловом, даже в плохой день, в плохую погоду приезжайте с полным садком, всем удачи, здоровья и пока!